Всем привет на канале Александр Эмбрест. Где-то с полгода назад у меня выходил ролик, в котором я показывал один из самых быстрых и простейших методов откручивания сверлильных патронов с шуруповёртов, дрелей, миксеров и тому подобной техники. Так вот, в том ролике я говорил, что метод работает далеко не всегда. И сегодня как раз попался Это пациент, на котором тот метод вообще никак не прокатит. А патрон заменить надо. Давайте менять! Ролик о котором шла речь, можете посмотреть по ссылке в описании, ну а сегодняшнего пациента придётся полностью дербанить. Раскручиваем. Раскрутили и убираем защёлки. Раз и два. И только после этого можно вскрывать. Ладно, давайте доставать редуктор. Сняли редуктор и разбираем его. Разбираем полностью. Отщелкиваем неподвижный венец и высыпаем содержимое. Вот так вот. По сути пол дела сделано. Обратите внимание, у нас появился прямой доступ к валу. Сталось только за него аккуратно цепануться. Цепануться аккуратно можно с помощью вот такого спецпереходника. С одной стороны у нас идёт вот такой вот крепеж подвал. Со второй стороны идёт крепеж под трещотку. С квадратом одна вторая. Если вы уже догадались, что это за переходник, можете писать об этом в комментариях. Я же расскажу из чего он состоит и как его сделать после того как откручу патрон. Делаю я это не просто так. Досматривайте ролик. Приступаем к откручиванию патрона. Фиксируем патрон, в моём случае КОБРОЙ. Ну и естественно берём наш переходник с большой трещоткой. Ну и откручиваем. Вот так. Обратите внимание, владельцы данного шуруповёрта пытались патрон спилить и повредили вал немножко. Ну не принципиально всё будет работать, но тем не менее, ребят, вы когда пытаетесь спилить патрон, вы хотя бы меряете на какой глубине находится вал. Ладно, я думаю вам значительно интереснее послушать про спецпереходник. Смотрим. Вот это вот родная водила с разобранного нами шуруповёрта. Которая вот устанавливается на наш вал ну и соответственно крутится. Вот это вот идентичная водила, которую я вставил в головку на 19 и использовал как переходник. Почему я решил рассказать о том, что это после того как сниму патрон? Да потому что, ребят, иногда патроны очень-очень-очень сильно зажаты и вы можете повредить свою водилу. То есть такой способ откручивания больше подходит для сервисных центров. Почему, спросите вы? Да потому что в любом сервисном центре вот этих вот водил в буквальном смысле гора. Они вообще не изнашиваются, они вообще не ломаются. У меня таких в буквальном смысле целый ящик. Ну не идентичных, а под разные модели шуруповёрта. Там просто их тучи. Поэтому если вы собираетесь откручивать свой патрон таким методом, будьте осторожны. Не обломайте ничего на своей водиле. Ну вот примерно так. Тут у меня на замене ещё один аналогичный бошик. Давайте его тоже, пожалуй, открутим тем же методом. И приступим к сборке нашего клиента. Этого красавца пилить, как видите, не пытались. Кстати, идентичные водилы стоят далеко не на одной модели Боша. Поэтому имея одну, вы можете откручивать патроны с довольно большого количества разных шуруповёртов Бош. Ну да ладно. После сборки вот этого шуруповёрта, я вам покажу спецпереходник на кое-какой Макитовский шуруповерт. Поэтому досматриваем ролик до конца. Ну а мы приступаем к сборке нашего GSR-12 V30. Берём нижнюю часть корпуса редуктора. Вставляем блокировку. Затем вставляем бочонки. Ставим водилу. И ставим по местам шарики. После этого можно ставить нижний венец. И устанавливать сателлиты. После этого ставим перегородку. И неподвижный венец. Защёлкиваем венец. И продолжаем сборку. Ставим водилу, подвижный венец и сателлиты. Ну и всё. Осталось пару деталей. Верхняя водила с сателлитами. И встроенный в корпус венец. Редуктор собран. Нам остается установить верхнюю крышку. Прицеливаемся зубчиками. И устанавливаем. Поставили крышку и аккуратно крутим зазубья. Чтобы она утопилась и стала на место. Берём собранный редуктор и устанавливаем на него скобу переключения. Наша задача попасть скобой в паз на подвижном венце с обеих сторон. С обеих сторон повторюсь. Обязательно проверьте как установить шуруповёрт. Если вы установили её неправильно, после сборки у шуруповёрта не будет работать какая-нибудь передача. Собираем шуруповёрт до кучи. Следите при сборке, чтобы ваш редуктор не развалился пополам. А то опять собирать придётся. Оно вам надо. Установили редуктор в корпус. Да, всё остальное я уже почистил не на камеру. И начинаем ставить разную мелочёвку. Убедились, что всё стоит ровно красиво. Ничего нигде ничему не мешает. И накрываем верхним корпусом. Затем не знаю как кто. Я фиксирую защелками корпус. И закручиваю. Ну всё. Собирали шуруповёрт. У многих возможно возник вопрос, что я не надел патрон. Да потому что придёт хозяин этого шуруповерта. Выберет понравившийся ему патрон. И тогда я прямо при хозяине его и установлю. Это делается буквально за две секи. Ну а теперь обещанная Makita. А именно 6270, 7180, 81 и тому подобные редуктора. Обратите внимание на вал. Он имеет форму шестигранной звезды. Что нам вообще прям на руку. Так как в качестве супер мега ультра спец переходника можно использовать обычную головку на 7. Она подходит идеально. Давайте открутим патрон. Да кстати я забыл сказать. Во всех шуруповертах перед тем как откручивать патрон я выкручивал контрилу. Но это вы должны знать ещё с предыдущего ролика по ссылке в описании. Приступаем к откручиванию. Сегодняшняя Makita была зажата сильнее всех. Взгляните ещё раз на вал уже после снятия патрона. Я думаю видно, что на нём ни следа не осталось. Головка на 7 подходит идеально. Повторюсь, ссылка на первый ролик по теме откручивания патронов в описании. Обязательно его заценивайте. Ну и естественно делитесь всеми остальными роликами. Если хотите, чтобы я их дальше снимал. Ну и хватит. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...